всем привет ребята с вами снова хик и сегодня для вас кое-что интересное вы наверно слышали о таком подразделении как краж в игре gta san andres возможно даже большинство из вас выполняли их поручения по мере прохождения игры во время этих миссий вы пересекались с такими персонажами как темпе не поласки и эрнандес давайте же узнаем поподробнее что это вообще такое и что собственно означает слово краж краж это аббревиатура комьюнити ресурсы за сезон стрейд лэнс данное подразделение предназначено для снижения уровня преступности криминальных банд в городе кстати такое подразделение существовало и в реальной жизни и занималась она тем же подразделение краж славилась тем что у них были весьма нестандартные методы по борьбе с преступностью все тяготы и невзгоды возлагались на тех кто пытался противостоять им из-за этого те вынуждены были работать с ними дабы избежать возмездия краж возглавляет офицер полиции фрэнк м пенни и его партнер эдю поласки которые утверждали что цель подразделения это очистить улицы от преступности в действительности же подразделение было крайне коррумпировано и тесно сотрудничала с уличными группировками в частности с балас хотя те считали их врагами а то и понятно почему ведь краж просто взяли их под свой контроль и тут либо сотрудничаешь или попадаешь за решетку у баласов просто не было выбора ничего не может быть идеально как бы ты не осторожничал и на пути краж стал один из сотрудников полиции ральф пенделбери он не являлся сотрудником краж но хорошо знал чем на самом деле занимается это подразделение и угрожал им тем что подаст жалобы в полицию но темпе не не позволило этому случиться в конце концов они похитили пенделбери и отвезли его в доки где его жестокий сбил поласки а после и вовсе приказали новичку джеймсу эрнандесу убить его шли годы краж подгребала под себя все уличные банды лос-сантоса заставляя их продавать наркотики под влиянием были все кроме банды grow street до тех самых пор пока краж сами напрямую не начали прессовать си джея который на тот момент был главарем банды вскоре после многочисленных угроз си джей решает покинуть лос-сантос и переезжает в либерти сити и на его место главарем банды становится свит старший брат карла под руководством свита банда начала понемногу сдавать позиции и этим воспользовались ребята из краж уже в тот момент они потихонечку вербует под себя много уважаемых членов грув таких как райдер и big smoke без угроз и жестокого натиска разумеется не обошлось да и сами парни были заинтересованы в наркобизнесе свит всегда стоял на своем и даже под уговорами райдера и смолка не хотел иметь дело с продажей наркотиков как бы те его не уговаривали уже в то самое время райдер и big smoke были доносчиками и все передавали темпы не и поласки в 1992 году краж заключает сделку с райдером и big smoke им удается договориться чтобы те помогли убить свита однако они случайно убивают беверли джонсон мать карла и свита кстати о матери карла есть отдельное видео на моем канале советую вам всем его посмотреть ссылочка будет в описании после смерти матери карл джонсон возвращается в родной лос-сантос его сразу же встречают ребята из краж они его арестовывают и вешают на него убийство офицера пенделбери и на протяжении сюжетной игры подбрасывают ему улики чтобы связать его с убийством ральфа тем самым заставляя его работать на них темпы не заставлял карла убивать людей которые не согласились сотрудничать с краж спустя время власть темп не достигает невероятных высот с одной стороны big smoke который возглавил наркобизнес лос-сантосе а с другой стороны райдер который налаживал отношения с синдикатом лока и тут подразделение решает что карлом больше не нужен и темп не решает покончить с ним но него ничего не получается и вместо трупа карла он получает трупы своих соучастников которые работали вместе с ними в итоге темп не было предъявлено обвинение в рэкете коррупции повышение должностных полномочий употребление наркотиков и нескольких актов изнасилования однако все свидетели были убиты карлом представьте чего там бы не был оправдан оставшийся один темп не пытается сбежать из города привходи в собой наркоденьги big smoke а судьба располагается иначе и он приходит именно в тот момент когда карл убивает big smoke а темп не устраивает пожар на нижних этажах особняка надеясь на то что карл сгорит заживо но него ничего не выходит вот же он пытается скрыться на пожарной машине от карла но впоследствии теряет управление и ссягает с моста прямо на кольцо грув и умирает от полученных травм после смерти темп не подразделение краш было расформировано а на этом у меня все если вам понравился данный видеоролик не забудьте поставить лайк написать какой-нибудь комментарий вообще ребят спасибо за вашу поддержку я вам очень всем благодарен с вами был хик всем удачи всем пока ля 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 тапа ля джи 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 кликайте на видео которое видите на своем экране тоже там много чего интересного так что не забудьте посмотреть пока